Национальный проект «Жилье и городская среда» реализуется в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина. Основная задача – преобразить российские города, поселки, сделать их комфортнее для людей. В рамках федерального проекта благоустраиваются парки, скверы, набережные. Начиная с 2019 года в Сахалинской области новый облик получили уже около 130 общественных территорий. Когда начинает формироваться набор проектов, они могут выставить с инициативой и предложить для благоустройства определенную территорию. К моменту голосования, как раз апрель-май, эта территория должна иметь определенную концепцию, сделать предпроектные проработки, чтобы с точки зрения градостроительной документации, архитектуры и других всех требований эта территория проходила. Поэтому, пожалуйста, если есть какое-то предложение, можете обращаться в администрацию муниципального образования. И я хочу отметить, что у нас по благоустройству общественных территорий принимают участие не только крупные населенные пункты, центральные города, но и уже несколько лет подряд у нас благоустройством занимаются и другие населенные пункты. Например, это у нас районы Ильинское было в прошлом году на голосовании, Рейдово в Курильском районе. То есть, пожалуйста, не обязательно только те, кто проживает в центральных городах или поселках городского типа. Любой населенный пункт может предложить для благоустройства свою территорию. Ну а победитель тот, кто наберет большинство голосов. В Сахалинской области уже стартовало новое голосование за объекты благоустройства. С 15 апреля по 31 мая жители островов сами решат, какие общественные пространства городской среды необходимо преобразить. На территории городского округа Ахинский в голосовании участвуют два проекта. Это благоустройство территории смотровой площадки «Памятник паровоз ТП-4524» и благоустройство территории центрального сквера в районе Дворца культуры. Так будет выглядеть общественная территория возле всем известного старого Ахинского паровозика. Здесь появится терраса со скамейками, красивый мост для перехода на смотровую площадку и современная парковка. Если Ахинцы выберут благоустройство территории центрального сквера в районе Дворца культуры, то в 2024 году центр города приобретет еще более эстетичный образ. Всего мы планируем охватить в этом году порядка 3000 человек этим голосованием. Уверены, что однозначно мы реализуем один из проектов, как минимум. Мы, конечно, будем надеяться на активное участие граждан в развитии городской среды, в формировании нового облика нашего города. Рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2024 году пройдет на онлайн-платформе госуслуги. Проголосовать смогут все граждане старше 14 лет. Можно воспользоваться QR-кодом, который сейчас вы видите на своих экранах. Главная задача федерального проекта – формирование комфортной городской среды дать новый импульс развитию каждого уголка Большой России. Качественная реализация этого проекта в Ахе возможно только при участии в голосовании жителей городского округа Ахинский. Активней участвуйте в развитии нашего любимого города.